Строительство моста «Дружба» и благоустройство «Черного озера» объединило Люберцы с соседним районом Москвы. Рядом с водоемом на смотровой площадке на улице Камова состоялась первая межсубъектная выездная администрация. На вопросы жителей Владимир Волков отвечал совместно с главой управы Некрасовки Еленой Хромовой. Луиза Язарян работала на встрече. Уже несколько месяцев жители микрорайонов Зенина и Некрасовка наблюдают за работой строительной техники на Черном озере. На водоеме активно идет строительство моста. Уже завершены работы по отсыпке дамбы между двух берегов. Забурено 14 свай из 86. Полностью приготовить основания для последующей установки мостовых опор планируют к середине октября. Дальше начнутся монолитные работы по возведению свай моста, подпорных стенок. Ну и дальнейший этап формирования мостовой конструкции. Ну и как бы следующий этап строительства. Сваи железобетонные, сам мост металлический из металла и железобетонная плита с асфальтным покрытием. В то время как строители трудятся над возведением моста, руководство Люберец и Некрасовки общаются с жителями двух микрорайонов. Работы уже стартовали и по сравнению с предыдущей встречей вопросов стало меньше. Но есть темы, которые все-таки волнуют горожан. Сейчас наше озеро черное выглядит как озеро, разделенное на три независимых озера за счет этой дамбы. Вопрос. Будет ли сквозной проток по этому мосту или по этой дамке? Дамба построена для цели строительства моста. После строительства моста она будет демонтирована. То бишь озеро останется целостным. Прозвучали вопросы и по поводу благоустройства прибрежной зоны. В частности, жители интересуют озеленение территории и сохранение существующих деревьев. У нас есть в проекте предусмотрена частичная пересадка. Но когда мы говорим про поросль, это собственно то, что подлежит расчистке. Вот то, что, например, мы сейчас вот здесь видим, вот я вижу только одно дерево. Да, два максимум. Остальное это поросль. Поэтому давайте мы будем отделять. Более того, когда мы говорим про то, что предусмотрено озеленение, мы говорим про большие меры. Не про маленькие деревца, там 70 сантиметров в метр, а про хорошие, да, уже такие приличные по возрасту деревья. И озеленение еще будет компенсационное, поэтому здесь будут дополнительно высаженные деревья. Поэтому будет интересно. Не переживайте. Будет зелено и красиво. Вокруг озера появится современная зона отдыха. Детские спортивные игровые площадки, смотровая, амфитеатр, опора, освещение. Вся территория будет под прицелом камер, подключенных к системе «Безопасный регион». Нам, конечно, нравится, потому что до этого не было ничего благоустроено. А теперь будет красивый мост и красивые дорожки. Но каждый день мы здесь гуляем с ребенком, с коляской, с собакой. Поэтому будем теперь гулять по благоустроенному озеру. Завершить масштабный проект по строительству моста и благоустройству парковой зоны вокруг Черного озера планируют в ноябре следующего года. Луиса Игия Зарян, Петр Пономаренко, Артем Морозов. Люберецкое телевидение.